Совет министров СССР Государственный комитет по чрезвычайному положению Государственный военно-политический орган особого совещания с расширенными полномочиями По праву суверена Великая страна суверен, Союз Советских Социалистических Республик Как генеральный учредитель и абсолютный владелец Организации Объединенных Наций Указ ГКЧП номер П-28 от 26.04.2024 года Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР ГКЧП СССР Как высший орган государственной власти Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик По праву суверена На основании суверенного законодательства Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик По законам военного времени суверенного законодательства СССР На основании норм международного права Чрезвычайный Конституционный комитет СССР Как государственный орган юстиции по правовому контролю За соблюдением социалистической законности И правового конституционного строя На всей суверенной территории СССР При государственном военно-политическом органе ГКЧП СССР Заявляет о том, что бывшая иностранная торговая компания В кавычках «Российская Федерация Россия» В нарушении права суверена Суверенного законодательства СССР Международных норм права Незаконно заявилась правоприемником СССР На захваченной суверенной территории С самообъявленной юрисдикцией На континентальном шельфе 200-мильной удаленности от берега В свободной экономической зоне СССР Тем самым международным сообществом подтверждается Что у бывшей иностранной торговой компании В кавычках «Российская Федерация Россия» В настоящее время советского государственного Кооперативного предприятия Российская Федерация Россия Не имеется членства в Организации Объединенных Наций ООН Отсутствует собственная суверенная территория И нет законного права замещать Великую страну суверен Союза Советских Социалистических Республик в ООН Правоприемство бывшей иностранной торговой компании В кавычках «Российская Федерация Россия» Считается несостоявшимся Переход прав и обязанностей от СССР Как предшественника к государствам-приемникам Является небывшим, несостоявшимся И не влечет необходимости внесения изменений в устав И состав постоянных членов Совета Безопасности ООН Советский Союз выступил инициатором Генеральным учредителем и абсолютным владельцем Организации Объединенных Наций ООН Взамен Лиги Наций, которая была упразднена И прекратила свое существование В пользу великого суверенного советского народа Победителя Союза Советских Социалистических Республик Во Второй Мировой Войне 1941-1945 годов Со всеми титульными правами Без права продления, возобновления, пролонгации и переучреждения Подложный представитель бывшей иностранной торговой компании В кавычках «Российская Федерация Россия» Преднамеренно, умышленно и по преступному сговору Ввел в заблуждение все мировое международное сообщество Ссылаясь на подложный, недействительный и ничтожный нормативно-правовой акт Во время заседания Совета Безопасности ООН Официально заявил о продолжательстве Российской Федерации «За» и «От» имени СССР Такое заявление является вне статуса правового титула И подтверждает о том, что любые односторонние решения По определению своего подложного статуса Как псевдопродолжателя великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик Противоречат праву суверена Суверенному законодательству СССР И нормам международного права Приводят к нарушению прав других субъектов СССР В подтверждении данного преступного факта 22 февраля 1993 года Министерство иностранных дел Дании Направило ноту протестов Которой заявлялось, что эта страна Не признает в кавычках Указ, отрешенного от власти Подложного президента Российской Федерации От 8 февраля 1993 года Номер 201 в кавычках О государственной собственности Бывшего СССР за рубежом Поскольку торговая компания Как ресурсно добывающее коммерческое предприятие Континентального шельфа В кавычках Российская Федерация Россия На суверенной территории СССР Не может рассматриваться В качестве единственного преемника И правопродолжателя Великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик Подложному представителю Бывшей иностранной торговой компании В кавычках Российская Федерация Россия в ООН Как замещающему должностному лицу Частного предприятия в кавычках Министерства иностранных дел Российской Федерации Достоверно было известно Что в правовую систему Российской Федерации Не вошел И был аннулирован Как ничтожный документ В момент его подписания Не получив Надлежащей государственной регистрации В кавычках Указ от 8 февраля 1993 года Номер 201 в кавычках О государственной собственности Бывшего СССР за рубежом Который был издан подложным президентом В лице Ельцина На тот момент Отстраненным от власти Конституционным судом В кавычках Российской Федерации России Тем самым Этот факт Исключает возможности Принятия Бывшей иностранной торговой компанией В кавычках Российская Федерация Россия Юридических прав На недвижимую И движимую Суверенную Народную собственность Великой страны суверена Союза Советских Социалистических Республик Находящуюся за рубежом А выполнение всех обязательств Связанных с использованием Этой собственности Подтверждает ее нахождение В юрисдикции В ведении собственности Великой страны суверена Союза Советских Социалистических Республик Чрезвычайных военных властей ГКЧП СССР Его чрезвычайных комитетов Особого состава И уполномоченных Поверенных СССР В 1991 году Иностранные торговые компании В кавычках Латвийская Республика В кавычках Литовская Республика В кавычках Эстонская Республика А в 1992 году Иностранные торговые компании В кавычках Азербайджанская Республика В кавычках Республика Армения В кавычках Республика Грузия В кавычках Республика Казахстан в кавычках «Тиргизская республика», в кавычках «Республика Молдова», в кавычках «Республика Таджикистан», в кавычках «Туркменистан», в кавычках «Республика Узбекистан» незаконно были приняты в ООН как независимое псевдогосударство, представляющее республики СССР. Иностранная торговая компания в кавычках «Республика Белоруссия» и ныне запрещенная террористическая сепаратистская организация в кавычках «Украина» заявили себя вместо советских республик, учредителей организаций объединенных наций, как Белорусская ССР и Украинская СССР. ГКЧП СССР, как высший орган государственной власти великой страны суверена, Союза Советских Социалистических Республик, осуществляет в полном объеме международное дипломатическое представительство, суверенитеты, полномочия и правомочия, к которому на особый период перешли все права, титулы, полномочия, имущества и авуары организации Варшавского договора, если страны-участники договора подвергнутся военной и невоенной агрессии, смене государственного устройства и самого конституционного строя, военного государственного переворота, также если их правительство заявит о выходе, или желании незаконно упразднить организацию Варшавского договора. Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР, ГКЧП СССР, как высший орган государственной власти великой страны суверена, Союза Советских Социалистических Республик, по праву суверена, именем Великой страны суверена, Союза Советских Социалистических Республик, и ее великого суверенного советского народа по законам военного времени провозглашает. Бывшая иностранная торговая компания, в кавычках «Российская Федерация Россия», в настоящее время советское государственное кооперативное предприятие «Российская Федерация Россия» не может и не имеет никаких прав и полномочий в организации объединенных наций, ее советах, структурах и организациях в порядке правоприемства и продолжательства от великой страны суверена Союза Советских Социалистических Республик, не является членом ООН. Незаконные представители в ООН, замещающие должностных лиц от СССР и Советских Республик РСФСР, Белорусской ССР и Украинской ССР, представляющие бывшую иностранную торговую компанию, в кавычках «Российская Федерация Россия», в лице небензя Василия Алексеевича, от запрещенной террористической, сепаратистской организации, в кавычках «Украина», Кислица Сергея Олегович, от иностранной торговой компании, в кавычках «Республика Белоруссия», Рыбаков Валентин Борисович, которые не имеют соответствующих и надлежащих мандатов от СССР, действующие от имени и по частным приказам торгово-коммерческих организаций, в одностороннем порядке освобождаются от незаконно занимающих постов постоянных представителей в ООН, как лиц, не имеющих полномочий, правомочий и мандатов от великой страны суверена Союза Советских Социалистических Республик, как генерального учредителя и абсолютного владельца Организации Объединенных Наций, ее организаций и структурных подразделений, которые незаконно присвоили властные полномочия и преступно действующие от имени и за Союз Советских Социалистических Республик, в нарушении Устава ООН, приступая все существующие нормы международного права. Временно исполняющим обязанности до особого приказа или чрезвычайного распоряжения комиссара по иностранным делам ГКЧП СССР, по представлению аттестационной правовой комиссии в кавычках «дипломатических и консульских представительств за границей», главного политического управления СССР при Чрезвычайном Конституционном Комитете СССР, как государственного органа юстиции по правовому контролю за соблюдением социалистической законности и правового конституционного строя на всей суверенной территории СССР, при государственном военно-политическом органе ГКЧП СССР, назначается в статусе консула в Организации Объединенных Наций от СССР Небензе Василий Алексеевич, которому надлежит немедленно заменить всю символику, таблички, флаги, незаконных представителей, как иностранных торговых компаний в кавычках «Российская Федерация Россия», в кавычках «Республика Белоруссия», в кавычках «Украина», на государственные символы Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик. Срок выполнения данного распоряжения не позднее 10 мая 2024 года. В случае игнорирования любым субъектом права и любым субъектом настоящего указа Государственного Комитета по чрезвычайному положению СССР как высшего органа государственной власти Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, данный субъект права признается преступным, относится к категории сепаратистов, экстремистов и международных террористов. Настоящий указ имеет статус абсолютного суверенного правового законодательного акта и подлежит полному обязательному исполнению на всей суверенной территории Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик и во всем мировом пространстве. Настоящий указ вступает в законную силу с момента его подписания. Председатель специальной комиссии особого совещания при Кабинете министров СССР. Генерал армии Сатушиев. Комиссар ГКЧП СССР. Генерал-лейтенант Черноморов. Секретарь ГКЧП СССР. Генерал-майор Горбачева. Генерал-майор Горбачева.